Приближается Светлая Пасха, а значит каждый православный христианин готовится встретить ее. Наша съемочная группа решила выяснить, какие пасхальные традиции соблюдают тверичане и какие приготовления совершают перед встречей одного из важнейших православных праздников. Подробности в нашем следующем сюжете. Практически в каждом доме на протяжении Страстной Седмицы идут приготовления ко встрече главного христианского праздника. В разных семьях сложились свои особенности и традиции встречи Воскресения Христова. Жители Твери рассказали нам о том, как они намереваются отметить светлый праздник, а также о своих приготовлениях к его встрече. Мы всегда красим яйца перепелиные и куриные. Куличи печем обязательно, покупаем церковный когор. Мы печем куличи обязательно, Страстную Седмицу как минимум постимся, посещаем службы в храме. И планируем на эту пасхальную службу тоже быть, так как ребенок в алтаре служит, Андрей. Первый год его опыт такой. Так что Пасху мы ждем всем сердцем. Ходим в церковь, красим яйца, Пасху покупаем, собираемся с семьей. Красим яйца обязательно сегодня. Куличи уже купили. Я считаю, это как Новый год, семейный праздник. Собираемся со столом. Как показал опрос горожан, большинство тверичан чтит и хранит пасхальные традиции и с нетерпением ждут воскресенье, чтобы собраться всей семьей к службе или встретить торжество за большим и дружным столом. Однако, как напоминают священники, подготовка духа и искренняя вера еще важнее святой праздник, чем формальное соблюдение таких правил, как приготовление обрядовой пищи и ляговения. Гораздо важнее на Страстной Седмице соблюдать такой пост душевный. Отказываться от каких-то праздниц, увеселений, шумных, бурных, даже если на эти дни выпадают какие-то юбилеи. В церковные все праздники, если они выпадают на эту неделю, они обычно переносятся уже после Пасхи, чтобы ее именно не обращать какими-то, ну, скажем так, радостями, дозволенными в другое время. Вот и получается, что для настоящей встречи праздника в первую очередь нужны не специальные блюда и внешние атрибуты, а глубокий внутренний настрой и обращение всеми своими помыслами к Спасителю, молитвы и осознанное ограничение себя от мерзких соблазнов и искушений. Тогда встреча Светлого Христового в Воскресенье будет озарена светом истинной веры и наполнена подлинным смыслом. Светлого Христового в Воскресенье